Наш темный колодец, забитый. Да? А вот же Алман сказал, очищайтесь, самое главное. Когда вы осознаёте, что все негативные мысли приходят. Если вы в 3D находите, вы начинаете перемусоливать, мусолите, мусолить, как же это сделают, так вот. А когда вы в 5D, вы же понимаете, что это всё хорошо. Даже смерть это хорошо. Вот смотрите, принятие смерти. Когда я заболела, да, у меня был дикий страх, что я умру. Я не могла себе место найти, мне было плохо. Я постоянно думала про это, что я умру, и я этого боялась, да. И в какой-то момент я устала от этого страха своего. И я сказала, я нашла в Ютубе видео. Мне не надо. Лариса, я нашла в Ютубе видеоролик. Я написала, а, написала, жизнь после смерти. Я уже сказала этот момент. Вы знаете, там такой... Это не произвольно у тебя происходило, да? Неосознанно было? Да, это видео я нашла. Я его посмотрела, и мне так стало хорошо. Что, оказывается, я не одна такая. Там очень много людей, которые боятся смерти. И вот этот ролик мне показал, что ничего там страшного нету. И в этот момент я приняла, что есть смерть. Я согласилась. Отпустил борьбу по-другому? Отпустил я борьбу. Мне так стало хорошо. Вот как все это происходило. Когда ты начинаешь принимать. Потому что сколько можно... Он же давно сказал, когда он настафизит... Страдать. Страдать. Все, вы найдете другой путь. Мне настафизит... И вот получается, Дагина, вот у тебя два раза исцеление пошло, да? От онкологии? Да, онкология у меня стреляла, короче. Я распрянула. Но там... Я тогда еще, видите, не была в... В осознанности. Я там просто, знаете... Приняла, что есть болезнь, что я могу умереть. Я это поняла. Да, в принципе, Дагина, даже ты там не осознавала этот момент. Ты вот только сейчас его осознаешь, правильно? Да. И что там выгоды какие были в болезни? Там очень большие выгоды были. Нет. Ну... Во-первых, ты пенсию начала получать. Смотрите. Моя выгода в моей болезни. Вот это я уже осознала. Что я нашла... У меня появилась стабильность. Я начала получать пенсию. Стабильную. А мы на тот момент, когда у нас на старом вокзале мы работали, у нас этот... У нас начали убирать откуда-то. Это место продавало все, короче, да? И... У нас вот таких, ну, как бы, продавцов убирали. А мы же там уже отдавали, мы... Мы там 10 лет работали. Да, мы 10 лет работали. И мы больше ничего не умели делать. И у нас такой страх был, что... А как же дальше жить? Как же дальше жить-то? Вот сейчас нас уберут из этого места. Мы боятся идти в новое. И вот то, что я заболела, да... Я заработала свою пенсию. Я для чего заболела? Для того, чтобы иметь стабильный доход. Стабильный доход у меня два года... А нет, три года я имела стабильный доход. Пенсию. Вот пожар. Второй раз я заболеваю... Опять? Опять у меня стабильный доход. Я получила два года пенсию. Понимаете, для чего я создавала свои болезни-то? Для того, чтобы спокойно жить и чтобы... А ты его поменяла, нет? При этом... При этом нет. При этом я получаю стабильный доход. Я при этом не делаю ту работу, которая мне не нравится. Я могу заниматься тем, что хочу. У меня есть доход, и при этом я живу по радости. Вот как я создала эту реаль своей болезни. Видите, как получается? Как болезнь выгодна оказалась-то? А может быть, по-другому? А как я могу по-другому получать радости? Без этой болезни? Как могу по-третьему новому, по-третьей радости я? Вот так, Мафрад, когда ты осознаешь...